СТАКАТО Привет, с вами Иван, и сегодня я хочу поговорить о таких загадочных музыкальных вещах, как стакката, легата и арпеджио. СТАКАТО. Переводится этот термин как просто отрывисто, и звучит оно примерно вот так. Легата. Переводится этот термин как слитно, противоположность стакката, и звучит оно примерно вот так. СТАКАТО Теперь вы меня спросите, ну как же так, ты только что использовал различные техники игры на гитаре, ты использовал хамервоны пулофы, палм-мьют, тэппинг, как это относится к стакката и легата? И вот тут ключевой момент. Дело в том, что стакката и легата не являются техниками игры на гитаре, это общий музыкальный термин, и стаккатно и легатно можно играть не только на гитаре, но и на пианино, фортепиано, рояле, или тромбоне, или на флейте. Это не техника игры, это стиль игры. А уж какой техникой применительно, например, гитаре это дело достигается, это уже, собственно говоря, дело игрока. Ещё раз, легата, стиль игры слитно. Каждая нота играется друг за дружком, подобно течению ручья. И следующая нота не начинает звучать до тех пор, пока не закончит звучать предыдущая. Первая нота затухает и плавно перетекает в следующую ноту. И так происходит со следующей нотой, и со следующей, и со следующей. Как течёт река. Стакката полная противоположность к охождению по ступенькам. Одна ступенька, вторая ступенька, и тоже ноты идут друг за другом. Они не звучат одновременно. Это такой монофонический эффект, как будто бы. Со стаккатой и легатой разобрались. А что же у нас арпеджио? Арпеджио это тоже термин из классической музыки, и означает он как на арфе. Когда требовалось указать композитору, товарищу с роялем, играть ноты последовательно в аккорде. То есть, подобно тому, как это играет арфист на своей арфе, или скорее арфистка. Ноты подряд. Вот так. Придумали этот термин арпеджио, подобно тому, как на арфе. То есть, ноты в аккорде последовательно, а не все сразу, как это обычно по гитаре, лупят. То есть, иными словами, арпеджио это не ингли со своим стратом. Арпеджио это такой же стиль, как стакката и легата. Но не техника игры. Техника игры, которую использует ингли «Свет солнца» Маймстин, называется «свип пикинг». Штрих метелка. Расшифровывается буквально «свип пикинг». Вот такой вот могучий. Почему метелка? Потому что вот такое движение делается медиатором при движении вниз. Все удары вниз, при движении вверх, все удары вверх. Это позволяет экономить штрих, развить большую скорость. Давайте же подробнее рассмотрим простейший пример игры арпеджио техникой «Свип пикинг». Причем еще и это арпеджио будет сыграно регатно. То есть не... Не «дзинь-дзинь-дзинь» и все ноты зазвучали друг за другом. Регата. Как мы уже с вами видели. Берем самое простое мажорное трезвучие. До мажор. Оно состоит всего лишь из трех нот. До ми и соль. И еще из трех нот через октаву. До ми и соль. То есть у нас получится... Я нежно, плавно провожу медиатор вниз от пятой струны к первой струне. И на первой струне я делаю хаммерон пул-офф. Собственно, казалось бы, ничего сложного, но я вас хочу предупредить, что техника эта очень сложна в наработке. Требует много-много-много часов накрутки. И я ее не рекомендую. И, пожалуй, никто ее не рекомендует для совсем уж начинающих. Да, это выглядит красиво, это звучит здорово. Но представьте себе, что начинать учиться со свип-пикинга, это все равно, чтобы пойти в автошколу и начать учиться с полицейского разворота. Ездить на машине, вместо того, чтобы делать простейшие вещи, типа парковки. То есть сначала простое, потом сложное. В тот момент, когда вы дошли до первой струны, сделали хаммерон пул-офф, здесь нужно развернуться и потащить медиатор вверх. И вот этот момент является на самом деле одним из самых сложных, потому что развернуться назад нужно без паузы, практически мгновенно. То есть остановить руку свою, как ниндзя в полете и запустить назад. И потом все это повторится снова и снова и снова. Субтитры сделал DimaTorzok Еще очень важно глушить все струны, которые не звучат в данный момент. Иначе у вас не получится легато, а получится смешанная дребезня, и это будет звучать ужасно. Интересно, но того же самого эффекта можно добиться не при помощи свип-пикинга, а при помощи тэппинга двуручного. Это будет выглядеть примерно вот так. С вами был Иван. Надеюсь, этот видеоурок вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой ютубный канал, смотрите мои видео. Пока! Продолжение следует...